Странное такое место. Странное, говорю, место такое. Здравствуйте, мои дорогие! Представляете? Суббота. И пустой рынок. Приехала вам показать рынок в Севастополе. Прилетела я вчера. Ну вообще, прилетела я вчера. Весь день шел дождь. Тихо было, тепло. Потом к Мише приехали вечером. И уже к ночи пошел снег. И вот сегодня мороз. Он небольшой, градус 4. Но с ветром. Снегу навалило. В городе коллапс. Людей нигде нет. Теперь у меня полтора часа времени. Пока Мишка приедет за мной. А я не знаю, что делать-то. Ну вот, обувь работает. Секонд-хендовская. Здесь хорошая обувь. Вот там какой-то отдел. Это все. Ну вот это все. Это рынок секонд-хенда. А ну вот, эти магазины работают. Закрытые. Не дают снимать. Там столько бижутерии. Я тоже купила так себе несколько вещичек. Не дают снимать. Что за народ? Я говорю, это же вам реклама. Она ни в какую. Холодно, ужасно. Ветрище такое. Вот. Еще посмотрим. Интересно. Ой, нормальную погоду. Тут народу. Столько это. Тут. Да, грустная картина, конечно. Вот она, крымская зима. Мы с Мишей едем в Анкерман. Вот такой тут завод отгрохали. Буквально за последние, наверное, два с половиной года. Не знаю, что за завод. А, это была Клавская ТЭС. Вот о чем. А я думала, завод какой-то. Вот. Была. Да, вентилятор. Хотела сегодня поехать в центр. Я представляю, вот такое же все страшное там. Нет, уж я дождусь, наверное. А дорисована? Ну, теплых дней, да приеду к ним. А сейчас ничего смотреть, правда? Да, сейчас. Жуть чумазая. Вот под Севастополем. Ну, летом-то красота, да не то, что летом, а. Да, под Касом. Да, зелень, все прям такое интересное. Что, в этой горе располагалось, что там было. Сначала там хранили вино, по-моему, насколько я слышал. А потом, в военное время, там был завод по изготовлению снарядов. Когда немцы уже брали город, наступали, наши эту скалу взорвали. Но чуть выше, там все равно есть проход, там часть, и они до сих пор там что-то делают, разминируют ее. Черные копатели сюда часто лазят. Да. Пропадают тут. Пропадают совсем. Пропадают. Замаливают? Что? С ума сойти. Странное такое место. Странное, говорю, место такое. А туда можно проехать, смотри. Ну, ведь это, смотри, ведь это же, ну, вырублено. Правда, ведь? Карьер, да. И там, опять же, какие-то ходы. Куда-то. Да. Ну, получается, с другой стороны мы растыли. А как нам спуститься туда? Ну, давай. Я же самому интересно. Я понимаю. Мишаня решил спуститься туда. Как вылетим в озеро. Я знаю, как вылетим в еду. Я думаю, что это вот. Нет, тут вентиляция такая-соцентричен. Нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я говорю, кино снимать надо. Какое-нибудь такое жуткое. Слышь, бачья. Нифига себе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это да. У нас что-то есть, смотри, какая. Я бы скалил. Видишь, трубы какие-то. Переходы. Что-то там есть. Занесла. Интересно, посмотри. Это ни разу не. Стены. Может, тут и к монастырю можно проехать? Убалдеть. Это что-нибудь с другой стороны. По рельефу скалы видно. Там часть, как была раньше, и часть с правой стороны, которая наобваливается. Вот ее взорвали. Какой инструмент, чтобы выпиливать такие штуки. Водовидно льется тут. Водовидно льется, наверное. Стена там мокрая. Видишь? Да. Угу. Какое место интересное. Вот это разручное сейчас делало. Вырубанное. Псс. Ступенькое. О, какое место мы нашли. Суки. Вон кабель, видишь, по этому сам идет. Ага. А, там ворота. Все, мы там не проедем. Блин. Поехали назад. И быстро мы. Выезжаем назад. Жутковато. Как-то прям в этой штуке ехать. Вы же простите, стекло у нас грязнючее, потому что грязь, машины едут. Ой, все. Вот из такого камня у меня дом построен. Это вот здесь вот пилили. Такие кирпичища. Вот видите, из этого камня вон какие делают. Кулонны, ангелы сидят. Ну, как мы не можем к монастырю проехать. Все куда-то. Доехали, а дальше пешком надо. Это действующий мужской монастырь в скале в этой. Может, они и коммуникации-то там идут к ним. Ну, в смысле, от них. Конная лавка. Монастырская, чайная. Я не была вот в нем, в этом монастыре. Там как-то пускают же не во весь монастырь. Ну, там какие-то пускают места, какие-то нет. А вот это вот наверху развалины, это средневековая крепость Каламита. Ну, то есть, остатки от нее. Так, тут же, наверное, билет надо брать. А я без сумки. Сумку оставила. Сейчас посмотрим. Короче, вот там монастырь в скале. Ну, я уже не пойду за деньгами. Деньгами потом назад. Ну, конечно, сто рублей не деньги. Юбки висят одевать надо летом, когда народ голый везде ходит. Я потом, когда тепло будет, может, летом, ну, в смысле, летом, мае поезд идет. Приеду. Мы с мешаней поездим и покажем вам уже. А сейчас все равно все это такое. Холодно, господа. Прям холодно. Ветер же с моря. Вот такие цены на бензин в Крыму. Какая каша. Ой, какой слоник стоит. Зелененький. Под снегом. У Наташи, у Королевой, во дворе стоит такой, только раза, не знаю, в три больше. Огромный такой. Да, страшный город выглядит в такую погоду. Так что в центр я поеду, когда будет хорошая погода, приеду. Ой, пуд. Ты моя рыбонька. Ты моя рыбонька. Ну, иди-иди-ка. Иди. Иди. Ой. Такая хорошая собачка приятная. Но она настолько прыгучая, что вот пока дома, так уже прям, ну все, она залезает на тебя, прыгает. Тр-тр-тр-тр. Такая прям, ой, 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 ой. Олененок-то мой. Это Миша смотрит по телевизору, как едят. Господи, как он все рстремен. Ну, вонючую вот эту селедку шведскую, норвежскую. Поэтому звуки такие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!